В Чебоксарах приступили к ремонту дорог частного сектора с помощью асфальтовой крошки. Проект реализуется по республиканской программе инициативного бюджетирования, основой которой является софинансирование местных жителей в размере 5% от стоимости всех работ. Екатерина Храмкина побывала на одной из улиц, которую сегодня засыпают асфальтовой крошкой, и выяснила, сколько еще участков в Чебоксарах будут благоустроены таким же образом в этом году. Асфальтовая крошка считается твердым покрытием, и для проезда легковых автомобилей она гораздо удобнее, чем грунтовая дорога. Жильцы улицы Фадеева на южном поселке решили, что такая им нужна, и они готовы даже софинансировать ее строительство. Чтобы здесь проложили дорогу из асфальтовой крошки площадью 1270 квадратных метров, местным жителям пришлось скинуться примерно по 2000 рублей с дома. Это 5% от общей стоимости работ. Подрядная организация «Дорокс» обещала завершить укладку дороги сегодня же. Предварительно жильцы улицы подготовили полотно улицы, возили битый кирпич, засыпали и так далее, чтобы было меньше траты крошки материала. Весной районные администрации представили в управление ЖКХ и благоустройство города списки улиц частного сектора, где требуется ремонт, и жители готовы участвовать в софинансировании. На основе их заявок составили перечень объектов, которые утвердил глава администрации Алексей Ладыков. В этот список вошли 37 чебоксарских улиц. Так что в этом году ремонт планируют выполнить на площади более 60 тысяч квадратных метров. Первыми стали благоустраивать те улицы, жители которых раньше остальных собрали деньги. Все 37 улиц, которые включены, мы готовы принять и выполнить ремонт. А в будущем, если крошка у нас, крошка получается в результате ремонта по проекту безопасные и качественные дороги, если крошка будет, выход крошки еще будет больше, мы готовы потом рассмотреть дополнительные заявки. Жители 7 улиц уже провели собрание и оплатили свою часть стоимости ремонта. Чиновники говорят, в софинансировании много плюсов. Горожане могут лично контролировать ход работ, да и практика показывает, люди намного бережнее относятся к тому, во что вложили собственные средства. Екатерина Храмкина, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.